С победой, Игорь Валерьевич! Ну, спасибо. Пожалуйста, Ваш комментарий матча. Ну, несмотря на счет, честно Вам скажу, что определенные опасения у меня были перед этой игрой. Прежде всего, переживал за физическое состояние ребят, потому что у нас, все-таки, несмотря на то, что мы забиваем достаточно голов, все-таки, каждая игра, это выкладывается ребят по полной, по полной. И Брянск, она такая тоже неприятная команда, и шла, вернее, до этого тура на пятом месте. Все-таки, определенные опасения были. Хорошо, что ребята вышли отмобилизованные, как бы, сыграли, сыграли, на мой взгляд, достаточно уверенно, хорошо. Да, всегда что-то есть, чем-то недоволен, это все-таки обычное явление, но если брать в общем, то и результатом сегодня, и игрой, в принципе, доволен. Но сейчас надо ее побыстрее забыть, потому что у нас выезд в Тамбов, у нас каждая игра, это как последний. Вопрос в раз. Можно поконкретнее, чем недоволен? Ну, это на разборе ребятам, это я много чего буду показывать им. Мне, например, если вот такой общий ответ дать, то, например, мне не понравилось, что, забив там три, там, четыре мяча, у нас иногда происходит такую вальяжность, расслабление, вот мне вот это не нравится, потому что все равно, я им тоже задаю вопрос, ребята, мы говорим, ну, что, неужели вы не умеете получать от футбола еще и удовольствие, это же не только ваша работа, но это, прежде всего, игра. Игра для зрителей, которые приходят смотреть на голы, чем больше мы забьем, тем будет лучше. И вот это вот умение все 90 минут без расслабления играть, ну, наверное, это все-таки тоже надо как-то убирать, убирать. Поэтому вот этим я недоволен. Ну, что, забили три, ну, и почему еще там соперники, если позволяет, сегодня ты сильнее, ну, твари на поле, как говорится. Всем показалось как раз-таки, если до трех голов играли, ну, через фланги, то после трех столицы, через центр, короткий пас. Ну, это, говорю, еще можно лучше делать. Да, Игорь Ильич, замены в прерыве, они были вызваны тактическими соображениями, я так понимаю, или все-таки какие-то проблемы со здоровьем? Нет, проблем со здоровьем никаких, слава богу, не было. И это замены две. Ну, здесь несколько, как говорится, решалось задать. Первое, мне, ну, не очень нравилось, как мы атаковали правым флангом. Вот, все-таки Виталик Тимофеев и Никита Сурков, они два защитника, и здесь счет 2-0. В принципе, Юр Курденков давно тоже не играл. Тайм дать ему проявить себя, и, соответственно, еще даже, несмотря на 2-0, сделать акцент на атаку. Сработало, ну, сразу пенальт человек заработал. И Макса Волкова я поменял, потому что в концовке первого тайма два таких обреза, и видно было, что человек тоже, ну, уже поплыл, так мягко говоря. Поэтому вышел тоже после травм Миша Козлов. Я говорю, команда это не один из футболистов, это намного больше, поэтому здесь надо готовым быть всем. Тем более я могу сказать, что у нас 8 человек висит на трех карточках. Восемь. Об этом тоже надо думать. Мы думаем, чтобы в случае чего замена произошла безболезненно. Да, Игорь Васильевич, еще один вопрос касаемо Пашкова. Он уже стабильно выходит приблизительно 20-25 минут. Это сейчас показывает о том, что он не до конца может быть готов, или это его задача такая? Выходите 25 минут и оживляете? У него вообще 15. Даже 15? 75-90. Вот в этот период времени он приносит максимальную пользу, честно вам скажу. Поэтому здесь задачи тренера используют те качества футболиста, которые у него лучше. Вот именно в эти минуты он намного лучше себя показывает и пользу приносит. Это практически саратовский сольшер получается, да? Ну, хоть как его назовите, но у меня он Сапожков. Он сейчас назвали сольшером, но сейчас вот потом его успокаивать придется. Ну, я вот там как раз бросил фразу тоже, когда он там начал отскакивать назад, пытаться сыграть такой витиеватый футбол. Я говорю, ну все, вот он сейчас, я думаю, что он Артем Роналдо и все. А он Сапожков, он должен бежать вперед. Да случайно это все произошло, честно вам говорю. У нас, помните, с Говоряком такая ситуация получилась, что он уехал, я хочу в первую лигу, ну езжай. Вакантное место. Позвонил Овчинников, он его вообще так ввел. А? Нет, не Сергей, тот, который Борман. Вот. Сказал, что вот тот парень у него такой вот сидит в Тюмени, там им играть не дают. Приехал на просмотр. Первый, который человек, который сказал, что он нам нужен, это был. Ну человек настолько в полицию, длился уже. Второй игрок доброй оформляет, не знаю, такой уже приятный. Это вообще задача любого, по-моему, игрока атаки забивать голы. Хорошо, что забивает, но опять-таки они делают на этом акцент, кто у нас будет забивать. Если забивает только один человек, команда становится прогнозируемой. Поэтому здесь тоже в этом слабость может крыться. Забивает, молодец, хорошо. Это его работа. Гляжу, вот не от опасности, что он лидером команды, слава играть, но он сейчас начинает вазапасить, что психологически... Тяжелую вазапасу знаю. Да, ну что же, это спорт. Выпасть, может, вы степь на то, что... Ну, вышел, сегодня забил. Я говорю, еще, несмотря на все, у нас все достаточно игр, наиграются все. Наиграются все, тем более тоже Никита тоже, тоже тренировочка там вчера, позавчера, он не был таким уже легким. Поэтому здесь приходится смотреть, руку на пульсе держать. Кто сильнее, кто лучше готов, ребят, вперед. А коллектив, он на этом... Поэтому и называется сильный коллектив. Это когда друг за другом. Недели там запасные, основные, это все условно. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.